Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем смотреть с вами второй день на Dota Pit, или третий день? Второй, третий, все в порядке. Третий день на Dota Pit, с вами студия аналитики, ведущий Crystal May, мы поменялись с Дмитрием и, соответственно, Митяй вместе с Ластом. Здорово, хлопцы! Здорово, Дмитрий! Здорово, Дмитрий! Все хорошо? Чудесно. Все чудесно. Я на самом деле невероятно удивлен от того, что мы запустили матч, потому что лобби уже запущено, от того, что, конечно же, сейчас начинаются тотальные перегрузки в Dota, потому что, напоминаю, патчи постепенно то ли выходят, то ли не выходят, то ли есть обновление до конца, то ли нету, но новости точно есть, и я уже вижу в чате тему того, что есть проблема с запуском паблика, так что я рад тому, что у нас игра пойдет. Главное, чтобы она завершилась, потому что это классика жанра и проблемы. Поживем, увидим. Как вам обновление, хотя еще и не до конца понятное? Ничего не понятно, но очень интересно. Очень интересно. Здорово, да. Ну, а Гагим Шарды, прогрейт обилок, куча шмоток, прогрейты бесполезных, шмоток, опять же, типа, всякие вот эти вот минорные изменения, типа, по карте, которые они будут делать, все это очень важно и полезно, когда они их выпустят, не прямо сейчас. Да, я надеюсь, что если мы сейчас в последней серии это все выпустим, во-первых, запустим игру, очевидно, будут сидеть, типа, и одной рукой, типа, смотреть, второй на игру. Да, да, так и есть. Димон, я так понимаю, что ты вообще не углублялся в изучение того, что пока она выходила. Я только приехал. Я проснулся, а уже новый патч. Вот. А это отличный способ промотать время вперед. Надь, и он еще спит. Да, да, да. Смотрел ли ты Аликов? Вот вопрос. Да, смотрел. Как тебе их выступление сегодня против Виртугского? Они молодцы. Они забузили Тимбера в очередной раз. Куча, куча и куча силовиков. Алики нашли эту фишечку, забирают Тимберу, он бегает, ряжет всех силовиков. БКБ-щики появляются поздно. Хорошо. Темыч, молодец вместе с Alliance. И Нигу молодцы. Это же Сэф в очередной раз. Сейчас кто-то что-то будет взрывать. Напомню, что в прошлый раз, когда они играли с этим героем, вообще не важно, что делала команда, в Миркл он одной завез на Медузе, второй на ТБ. То есть команда что-то бегала, что-то там воевала. Их даже кого-то взрывал. Еще в первой серии, в первой карте точнее, он уже все, уже трон ломаем, и все равно не смог закомбинить по таймеру, чтобы нормально бахнуть. Да. И его влитимейт. Но тем не менее, то есть в целом было хорошо. И опять же, что приятно, что они вспомнили Сэф, потому что герой такой вот, он интересный, в том плане, что это стейш, у тебя реально есть много магического урона на ранней стадии игры. Хороший контроль, типа вот на замесе этого, на мидгейме и так далее. И пока он фармит, он уже есть по всей карте, что-то развлекается, вышки ломает, крипов убивает. Забавный герой. А потом еще и куча физического урона. Вообще вот эти два героя, они уже сажают аллайнс на таймер? Если не появится что-то ультимативного, какая-то энигма, какой-то магнус, то... Так смотри, сейчас дрову убрали, а потом берут медузу, а потом ТБ. А там фишка, что он вместо дровы может угодно залететь. Может зайти коин, террор, блейд, любой кор, который под минус арморами. Мы говорим, что сейчас три персонажа, которых они уберут, один из них дрова, второй медуза, третий ТБ. Что еще осталось? Само собой, любой кор, которого ты берешь, он будет разваливать фантомку под минус арморами. Просто бег любого кэри. И все? Любого. Да. Любого металого персонажа. Ну, я думаю, что это либо... Если они уберут сети ранжевиков, они, скорее всего, возьмут Сарка и будут просто ливерейджем играть все. Ну, чтобы все просто офигели. Ну, ладно. Не, а еще, то есть на самом деле стреляет, стреляет, вышки ломает. Мне кажется, не такой плохой герой. Интересно, что Бонни-то в Китае нормальный герой, а вот в Европе... Извращенец. Захожу сюда ради чистых треков. Ну, это да. У вас специфичный вкус, мистер Грей. Вот. Я думаю, это что... Говорится, проснись ты это, а я не сплю. Есть какая-то отдельная комната в аду вообще? Ты просто завидуешь, Димас. Чему? Трекам. Треки на самом деле хорошей, они стали в разы лучше. Сильно? Сильно, да. Чем какие треки? Чем ваши. Мои треки. Да, я обычно, когда захожу на вашу трансляцию и слышу ваши треки, я тут же ухожу. Так не я же их пишу. Нет, я говорю про ваши личные стримы. Ну да, но я... Ты имеешь в виду те, которые я ставлю. Потому что мои треки, это те треки, которые я пишу. Те, которые я выбираю. Спасибо, что вы пояснили. Те треки, которые выбираете, Аве, звукорежиссер. Спасибо. Спасибо, властец. За рекламу, кстати, шикарную. Напомню, что я и вправду ставлю на своих треках музло, поэтому заходите. Завтра будет музыкальный в 9. Парни, я с Владивостока, герой лютая имба плюс имбовая шмотка, дающая ренджу плюс симптом. 6.82, до них только доехал. Да-да-да. Просто самое время, друг мы. На самом деле, единственный момент, где Владивосток реально опи, это новогоднее поздравление президента. Потому что ты, правда, получаешь первое поздравление, и все остальные смотрят его уже в записи. Это крабы. Это не круто. А? Имба — это крабы. Окей. Там реально много. Ну, получается, ты можешь и смотреть первого президента, и крабы. Посмотреть на краба, я могу и здесь. Нет, посмотреть на краба, я могу просто пойти в паблик. Там и ракетик, и крабы присутствуют. Слушай, они не забанили Медузу. Не забанили ТБ пока. Ну, очевидно, что Медуза пока есть не особо нужная. Ну, почему нет? Потому что Shadowfin, то он частично может уступать как главный кэрри, потому что все-таки под Вингой он очень-очень хороший. Следовательно, Медуза будет слишком жадновато. Вообще, в такой драфде у тебя уже есть Финга, жадный кор не нуждается в появлении. Ну, они его забанили. Да, они его забанили, хорошо, но жадный кор здесь не нуждается в появлении, поскольку любой кор под этими минусоморами уже разваливает то, что есть у Alliance. Если Alliance не сносит уважаемых Нима за 30-40 минут пока тем, что у них есть, то им конец. И Фантомочка здесь не втащит. Мой ответ — Morphilo. Morphilo? Да. Ну, Morphilo нормально, да, работает. И под ауруми тоже. Ты жди земель в пуле, берешь земель на следующий пик, потом забираешь Morph'а и говоришь «Привет». Иван. У тебя там эта печатная машинка постоянно переводишь в каретку. Я думаю, что помимо Morph'а все-таки, да, ТБ стоит задуматься. Мы уже видели, насколько он хорош уже в этом противостоянии предыдущем, да, в видео G против Na'Vi. Вот, а с точки зрения коллектива Нигма против уже, когда они дропнулись в сетку озеров, опять же, именно за счет Лейтвика единственного, да, в виде Вайда, который уже забанят на Alliance, затащили Miracle. И здесь все еще нужно играть только на Miracle, а другого варианта просто нету. К сожалению, для Team Nigma. Так что они очень-очень сейчас узкоплановые с точки зрения макро. Почему так критично, Дмитрий? Вы сегодня видели, как Виха разваливал на Девсе? Который бегал Beyond Good Like. Кого он там разваливал? Кто эти люди вообще? Я не знаю. Он просто бегал и ловил Соляру. Там вообще не команда была. Какой-то топ-1 Epic League, ты что? И положительный к той команде, которая была топ-1 Epic League. Это вообще, ну, фух. Кто вы такие, мистер Джонсон? Это Земеля. Да, это Земеля, только теперь для Alliance. Соро Валик не говорит. Не, ну, то есть все равно это не мешает закомбинить под что-нибудь. С той же Dark Will, например. Ну, вообще, типа, Земель — это неплохое решение, просто потому что... Вот они сегодня брали Эмпер Тимбера, он стоит соло против там, с Вена, с Омником, которые были. У тебя четверочка бегает по карте, развлекается. Здесь то же самое. То есть ты когда берешь Земель, у тебя может появиться какой-то герой, который сам постоит, там, Dark Seer, Тимбер, кто-нибудь. Земель вкатывается в центр, и по кулдау этого СФ наказывает. То есть это максимальная рабочая история. И вот им нужно было придумать что-то, что будет контр-инициировать, чтобы можно было воевать. Вообще, вспоминая прошлые игры, я бы сказал, что Земель — это отличное решение вообще в любой драф, потому что он идет в центр, он идет на четверочку, он делает слишком много движухих по карте, он слишком прочный, у него много ХП, он вносит слишком много урона, при этом имеет контроль. И, как показывает практика, если команда умеет играть с Земель, то его лучше вообще забирать на фирспик вместе с Марфом. И если это достается хоть одной адекватной команде при Эту Джи, то все, это конец. А дальше что неважно? Зевс. А это Лайнс. Ну, типа Зевз и Мелли звучит неплохо. Хайпово. Достаточно хайпово. Или хайпово. Против Винги страшно. Короче, смотри. Дедушка боится Винги. Если бы я был Нигмой... Она его слапает. Если бы я был Нигмой, я бы сейчас брал Бетрайдера. Они бы слапнули Зевсом. Бетик для майн-контрола и поехали. И поехали. Ну, здесь очень легкая для него противников. У них не очень большое количество дизэблов на четыре героев. Куда едем, Дмитрий? В финале лозеров. К Нави. А где мы? Мы летим домой. Что происходит? Почему не бестов пять? Спека сверху. Все, Лайнс теперь 100% на таймере. Понимаю наличие Спектра. Это супер-супер жадно. Это Винга, Севс Спектра. Ну, черт возьми. Ребята справа будут целую вечность пинать вышки. Фантомка, даже если оденется в шесть слотов. Она ни за что в жизни не убьет всех этих героев, когда они тоже оденутся. Поэтому уже сходу на Нигму. Что бы там ни появилось, с пятым пиком справа и пятым пиком слева. Пока еще немножко медленно, но сейчас разогреется и будет крепенько. Все будет хорошо. Рука разминается. Он как вулкан просыпается, уже начинает немножко дымить. Уже становится душно, но жить еще можно. Так, Марсианин, значит, в бане. Довольно интересное решение. Да, здесь и Вайпера в ответ от Нигмы. Это счетой, это он от Нигмы. Третьей позиции не хватает. Но кто сильно напрягает Спектру на линии? Кроме Вайпера. Да никто особо. Симбер. А он уже в бане. Симбер в бане. Все, отлично. Тогда все. 1-0, Нигма в Ирли. Победа? Да. Еще есть Некрач, кстати. Я про то, что мы можем ускорить певеление патча. Если они сейчас, типа, на драфт, Ален скажет, типа, да, фигня получилась. 1-0 и начинаем драть вторую сразу. Так и есть. Но можно Некрача придумать какого-то? Вообще можно, да. Некрач смотрится более-менее, чтобы линию выиграть, типа, сноуболить и полечиться. Довольно-таки достойные опции. В соло непостоянные, кажется. Единственное, вот Тинни очень круто улыбается по драфту, потому что он может быстренько перетянуться в легкую, если на сложной линии будет самостоятельный оффлайнер. И там хороший комбас. Танчик, винги, минус броня. Тос. Выкинуть кого-нибудь под выждушку и спектр под замедлением забирает. Поэтому, ну, мне симпатизирует Тинни. Немножечко жидноват, но нужен хороший оффлайнер. И всех хороших оффлайнеров сейчас банят. Ну, андерлорд какой-нибудь. Ну, кто угодно. Противзываться, я думаю, лучше брать что-то, что не урон режет, а просто что-то бьет. Налево ты бэтрайдер, там я определился. Я скорее пытаюсь придумать героя для Альянса, для СФО, чтобы он сыграл, чтобы все получилось. И, то есть, он должен быть не очень сложный. Это лучший андерлорда. Я на правую ничем не придумал. Налево все еще бэтрайдера хочу. Хотите, Дмитрий? Ну, получаю Дарксфера. Получаете Дарксфера, да. Ну, вроде как неплохо. Стакается из Тинни, со спектрой хорошо. Да, да, да. Дарксферу закинул, она полетела, здесь вся убила. То есть, непонятно, как выживать ему. Ну, и кроме этого, в Вакуум, Рокимов Соулс, веселятся, бегут, кричат, им страшно. Главное, что самостоятельно. Его можно оставить одного на втором-третьем левеле. Щиточек, 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 щиточек. Типа, да, но там вот это вот Энчана говорит, диспл, диспл, диспл. То есть, это довольно странное решение, что можно взять кучу героев. Поэтому, раз что он появился, ему оптимально все будет просто в один момент уйти в лес, потому что здесь два в один его душат. Ну, и сейчас за ним может пойти. Ладно, посмотрим, к чему это все приведет. То есть, мне кажется, что это довольно спорное было решение. Дарксферу, ну, захотели, взяли, ладно, посмотрим. Две секунды для СФО, герой. Тайд Хантер. Все, изи, изи для Нигмы. Спасибо за драфт. Ноль товар-дэмэджа. Ничего не появилось, и... Ну, они просто, даже если будут фармить, то есть, ну, когда-то там, наверное, Николай всех может убить. Но в это время, скорее всего, Миркл всех убьет. Тактика сноубола всегда может сработать, но мы верим в Марунчика на тени. Мы верим, что он затащит. Хорошо, что верим. Посмотрим, верит ли у нас Джи-Джи-Бет, так же, как верят наши аналитики. 1.53 на Нигму, 2.4 на Allianz. Ну, мы все прекрасно понимаем, что Нигма здесь фаворит. И несмотря на то, что Allianz выиграли только что ВП, все еще вера в них не такая высокая. Здорово, Даш, здорово, Серег. Привет, Дим. Привет, Дим. Привет, Дим. У меня вьетнамские флешбеки начинаются. Ник очень любит таких спектр резать. И бывали у него катки очень затяжные, очень крутые, сноуболистые, действительно, казалось бы. Но потом этот сноубол терялся, появлялись деньги у спектры, и начиналась душка до появления рапир. Главное, чтобы тут С4 не загнобил как раз-таки вот эту спектру на Allianz, потому что там будет венга и спектра, такой довольно-таки слабый Allianz. И вот на самом деле его можно чуть тормознуть и фантом кидать вот этот хороший буст, чтобы она подфармила быстро там себе Battle Fury и потом просто закрывала эту спектру. Если у спектры будет все хорошо, то да, они здесь, в принципе, могут неплохо закрыть. Ну и, конечно же, Виха на миде может всегда нафидить 0 миллиард. Мы от него и сыпчиков уже видели, отчасти удачных, отчасти нет, и команда вытаскивала местами, то есть там были провальные моменты. БКБ с Иви, тадушки ласта. Я боюсь, что это проходит через БКБ, так что, ребят, вас ничего не спасет. Это чистый урон, и вообще ничего не спасает. Вообще, я просто вспоминаю, как это прошла последняя катка, когда Виха стоял против Шторма на миде. Он там фиданул раз пять от него, или четыре, или пять раз, вот именно на линии от него умер. Против викингов это было. Да, да, да. Бум там душил. Там еще и приходили все, помогали, но там просто какая-то была смерть для него. Ну, здесь активные более такие саппорты получаются, то есть Тинник может подтянуться, как-то помочь загонгать, возможно, как-то удачнее линию сделать для Вихи. То есть здесь я бы не сказала, что ему совсем плохо должно быть, по идее, но линия против него будет не самая простая. Зевс, который много Хараса будет по нему выдавать. Там лайн красивый, на самом деле, у Нигмы. У Нигмы вот двойки хорошие. У них начали вспоминать обратно Дарксира. И Дарксир Тинни — это мощная лайн. Там Менчантерс, она просто жить не будет. Там буквально третий левел на Дарксире и Тинни. Они просто будут бегать и убивать ее по кулдауну. У нее ХП нет, щиты будут жечь, прям очень сильно перебивать ее хилл, опять же. И Спектра всегда круто работает против Зевса. Это факт. Но тут видим то, что у нас GH решил как-то побегать по лестнице туда-сюда, получил несколько тычек и в итоге отошел подальше. Интересный, конечно, у нас момент того, что вот есть Инча, есть щиты, и она, по идее, как-то должна быть контрмоментом для этого товарища Дарксира. Да, он будет пытаться снимать, но, опять же, Дарксира пикнули в Инчу. Из-за этого не факт, кулдаун огромный на Инчантерс. Из-за этого не все щиты будут сниматься. Один снимешь, второй жди. Ну и маны поначалу не так много-то у Дарксира. То есть там нужно дождаться, когда у него Солу Ринг появится, что-нибудь в этом роде. На нем тоже кулдаун есть. Так что тут уж посмотрим, кто кого. Тут видим то, что у нас пока трипло. То есть тянулись Нигмы, хотят забрать, попытаться земелью. Земелья потратил свой камушек, показал то, что у него нету Роллинболдера, и, соответственно, выходить он никуда не должен по-хорошему. Джейдж его кидает, и первую кровь нужно по-хорошему Мираклу оставить. И это получится сделать. Ну, все, в принципе, ГГ можно наливать на этом моменте. Короче, тут зависит от того, какой керри круче отстает лайн. И уже если вот такой буст даешь в лице, там, 282 голды для товарища Миракла, то, я думаю, вряд ли он эту игру уже отпустит. Ну, по-хорошему, Тайд должен как-то хотя бы мешать, икорями своими махать. Но, видим, то, что Спектра уже наметилась на статы, это будет покупаться Рингов Тараска, и, соответственно, Мираклу будет иметь достаточно большой запас ХП. Тангусов набрал, дай Боже, сколько, плюс Кура наверняка что-то имеет сверху. Стики тоже, опять же, против Энкер Смеши. Очень круто будет давать ему дополнительные расходники, считаем. Ну, вот Земеля, возможно, как-то попытается на миде сделать ситуацию покошернее. Тут пока... Я не вижу проблем особых для СФО, то есть его не должны убивать, он может и в соло постоять, и можно оттянуть саппорта куда-нибудь на более полезное начинание. Кура тут подзабайтил чуть-чуть. Вот так, видимо, то, что ХП мало осталось у Мираклы, и Кура, то есть поспамили пока что хорошо, но стики будут гретиться, я думаю, что в ближайшее время. Тут нет смысла их оставлять неапнутыми на линии. Можно в этом будет на фуллы выходить именно с этими стиками, хорошо заряженными. Так, а там битва идет, Энчантерс неплохо гоняет нас там Тинни. Опять же, пытается его отзонить. Энчантерс живет тут до поры до времени. Опять же, Тинни вывел крипов. Хорошо, тут сейчас торсирующий много заберет, и вот, минус щит. Можно назад там полететь, но нет, Чаш ее просто на месте подкидывает. В ботинке, конечно, у Энчантерс, на самом деле, тоже очень много мовспида. У Тинни надо быть аккуратным, просто пробивает ее здесь. 320, а у Тинни сколько? 345 уже с ботинком. У Тинни 0 армора, еще в отрицательном видим параметре, уже уходит благодаря Блайстоуну, который решил ФНГ купить. Очень хорошо он здесь списался. И вот, видим то, что, ну, как-то харассит его. Хотелось бы еще импетуса сверху иметь. И вот есть вакуум, который может джейч-то и подставить, потому что хотел его избить Ника Бэби, и он добился своего. Майн-контрол немножечко тут помог умереть своему тиммейту. Хамскин умирает. Как на этом лайне вообще можно умирать? Казалось бы. Ну, Кура, кстати, тоже чуть было не отвалился, но он остался-то в живых, а СФО теперь уже без саппорта. Что-то надо теперь делать, земель, возможно, действительно оттянуться с этой линии, раз уж так. Ну, а с другой стороны, на топе все хорошо, пока что складывается у Ника Бэби. Он не жалуется, крипы идут, и фраги еще идут сверху. Миркл этот фраг забрал, да? Кура. Кура фраг забрал, но у Кура вообще расходников нет. Ему нужно там до базы бежать или вообще что-то делать. Вот, по-моему, Миркл даже чуть ли не фласку залил. А Курьер, два Курьера подъезжал, и все туда, все нормально. Кура опасна здесь, на самом деле. Так, СФО пытается Миркл пробить, но тут, понятное дело, СФО не должен убиваться никак. Но получилось спасти Куроки, так что в плюсе остались Снигма после такой ситуации. И Куроки, я думаю, что уже должен был подвести себе какой-то регенчик. Уже закупал что-то, Курьер обратно аж ползет. Да, сейчас должны опять ехать, потому что, ну, по регену они здесь будут приседать. Стики, конечно, у них есть сегодня. Классно, но... Ну, вот видим то, что выгнали Тинника с линии. Джей Шо очень плохо себя чувствовал, вынужден на базу идти. Реген весь кончился, и майн-контрол может умереть. У него нету Сурджа. 15 стиков, подожди, он разводит, разводит еще. Ага, сейчас доразводится. Хотя ФНГ. Сейчас еще щиток будет. Под счетами лучше не драться, не бегать вокруг них, потому что крипы очень быстрые. ФНГ, 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 ФНГ. ФНГ, 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 ФНГ. А вот это вот неприятный момент для него. Хорошо, Мирикл его подблочил, не дал ему укатиться через текстуры. И Ханскин может и погибнуть, хотя Мирикл много времени тратит. Если он его не убьет, убьет, убьет. Тут Джей Шо рядом подстрахует, в случае чего. Пытается застопить, как минимум, Ханскин понял, что здесь контора такая оказалась. И пришлось все-таки Тос тратить, но там и Виха мог бы встретить. То есть можно было все-таки фраг для Акора оставить. Да, Виха тут пришел еще стеки сиделать. Отходя от кассы. И руны, сейчас ему, да, иллюзии достанутся. Оп, сверху. Реген для Зерса, отлично. Зерс рад. Все, Виха, молись теперь на этом миде. Он здесь просто не простоит. Столько будет получать дэмэджи? Ну, вообще там Куроки вот немножечко запоздал в этом плане. То есть он мог задержаться на базе для того, чтобы потом ему бутылку забудить. Но он уже перетянулся на нижнюю сторону. И никаких, видимо, кстати, хороших моментов с точки зрения фарма нет у Нигмы. Первые три именно Крипстат занимает у нас Альянс. У Альянс все суперкруто. Сейчас вот СВО могут убить и поправить ситуацию. Как раз таки на месте. Надо было туда закидывать, наверное. Он хотел жесткий рассказ дать как раз таки с Веланч Тоса. Но СВО здесь не заберут. СВО жирный. Тут на самом деле на развороте еще можно было как-то попытаться, может быть, того же самого Тинни подзабрать. Но нет. Они неплохо его пробивают, пока действует твоего в террор. Когда он заканчивается, все. И дэмэдж заканчивается, соответственно. Там Кракен на два, Анька СМШ на два. Там вообще... Митерхаммер? Нереально. Ну, пожалуйста, не надо СВО. Ты после первой крови говорил. Но если у нас все-таки Альянс проиграет, то я думаю, что они у нас в аналистике отметят, что это был решающий момент Такура. Пока что еще живой, но лоу-хп. Мирикл попытается добить СВО. Куроки попытается выжить, и у него это получится. Возможно, даже просто не отдаться именно СВО. Хотя, видимо, то, что здесь была безвыходная ситуация. Ханскин встречал. СВО тут можно убить только с дротика. Ну, вот дротик есть. Причка буквально осталась. Там иллюзия еще пыталась набивать еще одну тычку. Он не умрет. У него кольцо. У него кольцо больше регионится. А зато Мирикл сейчас отожмет баунтируну? Нет, не захотел. GH это сделает. Но и СВО до сих пор живет. Господи боже. Иллюзия его там пытается заковырять. Но, понятное дело, дэма же просто не хватит. Мимо Ханскин надо было попадать. Там Зерс подходил бы. В упор не попал. Да, убивал бы эту спектру. Но как-то промахнулось очень. Бывает. Ну что, теперь у нас не получается все никак Мирикла забрать. Вечно он на лох и побегает, но выживает. И то же самое с ФО касается. То есть его вроде как напрягают, но заканчивается это все печально. А вот ФНГ забрал майн-контрол и на ровном месте с Ника Бэйби. Просто подошли под Крепочков и все сделали. Ника Бэйби все просто великолепно. 500 и 800 стоит. Жаш тут просто на халяву умирает. Отдался. Что-то сейчас сделали ребята из Нигмы непонятно. Такое ощущение, что они сидят в ВК и ждут. Вот в Твиттере, знаешь, обновляют, чтобы патч вышел. Посмотреть, что там вышло в итоге. Судя по тому, что здесь происходит. Один в упор мажет, второй там что-то заходит. Непонятно куда под тавер. Соседний монитор одним глазом с моря, да, читают. Потому что эти уже игры не имеют никакого значения. Ты не поверишь, патч вышел 30 секунд назад. Да? Полностью? Да. Да, мист вот. Понятно все, ребят. Ладно, поехали читать. Вот мы ждали, сидели 20 минут. Могли бы хоть как-то там уже выкатить. Ну ладно. Успеем еще почитать, ребят. Значит, у нас следующие карты. Одна, то и две, может быть, будут крайне интересными. Потому что тут ни КС откатить нельзя. На второй версии откатать. Это будет шок. Мы просто будем ничего не понимать. Ну, справедливость ради, никто ничего не будет понимать. Хотя сейчас у нас эксперты в часике успеют все прочитать. А потом говорить, какие мы нехорошие все не прочитали. Ладно, посмотрим. Это будет очень весело. Это беспрецедентный случай. Никогда такого не было. Бывало то, что за день, вот именно в ночь перед какой-то турнирной игрой патч выходило. Но чтобы во время серии... Никогда такого не было, и вот опять. И это самое главное, то, что должен быть самый большой патч, как там говорили. Господи. Ну ладно, что ж, посмотрим, что тут у нас будет происходить. А пока видим то, что 2000 преимуществ за Альянсом есть. 27 минут игры прошло, и топ-3 по Нетверсам именно за Альянс. То есть они стартанули удачно, и вот как у нас аналитика говорила, то, что на таймере парня, и надо им снова болеть. А СФО? Очень много магического урона от Вихи залетает, и СФО под себя кидает Митерхаммер, и это, как ни странно, не помогло. А был бы худ... Был бы худ у парня, был бы все иначе. Ну и СФО тут у нас... Посмотрим, что он сделает потом с этим Митерхаммером, что он из него сочинять будет. Ну смотри, это первый раз, да? Да. Давай считать полезные разы Митерхаммера. Это первый бесполезный был. Он просто промазал им. А у тебя, в принципе, есть счетчик полезных Митерхаммеров? Ну есть, конечно, там по товарам даются. Нет, есть там Феникс, когда собираются и так далее. Это хорошо, значит, у тебя не токсик настрой? Нет, у меня токсик настрой на таких персонажей. Так, Виха здесь, ну и вот будут тоже забирать, наверное, еще с одной. Вот, один арклайтинг, да, его тоже отправляют. Уже даблкил здесь от Лимпа. Ну хорошо, у него 1-1-0, то есть в общей сложности он неплохо себя чувствует по КД. Но, к сожалению, Нетурус пока оставляет желать лучшего. Зевс его тут просто в салатинь разделал на тысячу золота с небольшим его опережает. И, соответственно, этот Зевс опять у нас будет с быстрым аганимом, возможно. То есть много гадостей делать. Ну да, сейчас классика 30-а, и аганимчик сразу собирать, опять же, чтобы усилить чуть дэмэдж с многими. Ну айсбергу это не помогло. Сейчас посмотрим, как это здесь сложится. Но все равно у него было все отлично, у того Зевса. Да, он много дэмэджа носил. Зевс самый дамажущий герой в доте. Жестче нет. Казкин. Минус он. Загулял здесь. Какой-то размен идет. Постоянный какой-то подфит. Ну, Фантомка формит, Спектра формит. Это самое главное. Опять же, это будет встреча. Давай, зачитывай периодически что-то интересного. Я хочу просто посмотреть размер. Ну, знаешь, у меня страница прогружается... А, понятно, она даже не листается, насколько он огромный. Действительно. Магик есть. Такой большой. Ну что тут у нас? Ну тут понятно, да, тут у всех действительно по способности. Саганим шар, который съедаем. Ну то есть то, что у нас вываливали, это все было правда. Не буду я сейчас читать, я чувствую то, что я вообще... Я и сейчас уже как-то игру левым глазом смотрю, потому что я думаю о том, что там может быть. Вот следующая каточка будет очень хороша. Так, ну что у нас тут Спектра выходит, скорее всего, как обычно, Блэдмейл. Ничего особенного. Вы понимаете, что-то уже даже интриги какой-то нет. Спектра будет собираться, как обычно. Фантомка будет собираться, как обычно. Всех тебе будет, как всегда. И Митюрхаммер, соответственно, на этом тайде. Как-то вот прям сразу уже интрига от карты пропадает. Да, заканчивайте быстрее, ребята. Пойдемте почитать. Так, и что у нас тут Лейдж? Хочет поличить Экспу немного, но, видимо, то, что СФО оказывается рядом для того, чтобы все-таки справиться с Тавром. Митюрхаммер он не зря собрал, поэтому будет быстро падать на один мышкой. И Джейдж накрыл его, Сайленс есть. И тут, соответственно, дамажа уж точно хватит. Мирко подошел, видимо, морально поддержать своего друга. Но больше он здесь не может помочь. Да, Тавр забирает огромное количество крипов. Оно и так могло быть огромное количество крипов без Митюрхаммера. И вы просто забрали бы этот Тавр. Ну, Тавр дэмэдж у нас отмечала аналитика то, что у Альянцев очень мало. И, соответственно, Митюрхаммер в такой ситуации, мне кажется, даже необходим. Нужно любыми способами его добавлять. Ну, ты просто, как бы, Тир-1 Тавр, когда огромное количество там крипов идет и катапульты едет, ты его при любых раскладах забираешь. А дальше-то что делать? Ах, ага, а как заходить? Дальше Фантомка у тебя будет бить под дезолятор там, под все это. Но Митюрхаммер тебе не помогает спушить Тавр за секунду. О, Ника сейчас должен погибать, это минус. Хорошая реализация получилась Хаунта от Миркла. Но фраг ему не достался, к сожалению. Кидаешь Митюрхаммер и снимаешь ему там одну, не знаю, десятую ХП, восьмую ХП. Все. И он в кулдауне. Так, Виха у нас тут пытается фармить. Но он, как обычно, хочет выходить в магического СФ. Соответственно, вся физика будет ложиться на плечи Миркла. И видим то, что Митюрхаммер работает теперь уже на миде. И здесь пушится вышка и попытается Нигму спину обойти. Тут, понятное дело, уже как-то контору палит, где кто находится, Зевс. Зевс запалил, да, всех просто здесь. Ну, должен умирать здесь ФНГ, да, просто прокаст умирает. Уже шестой уровень у нас там Джаш. Плюс это все под счетом майн-контролла было. Здесь, конечно, не переживает. Энчантрас, такого количества дэмэджа. Ну, что Виха собирает? Виха через Юл будет играть. Юл, блин, к БКБ, наверное, как-то так, да, классическая сборка. Так, Миркл. Один-двоих неплохо так гоняет, на самом деле. Но у Ника просто не падают криты. Что-то у него там не проплачено, видимо. Но Миркл сейчас, видимо, уже тремя героями сбивается. Довольно долго его убивали. И что-то их я хотел тоже подойти, как-то поддержать. Но тут нужно стягивать больше людей. Три человека. Все и стянулись сюда. Опять же, загулял здесь Миркл. Уже пойти, но команда как-то то ли кол не услышала, то ли не было кола, то ли он решил просто линию толкнуть, перед чем подойдет кто-то. Так, тут его не дали Митюрхаммер кинуть. Свап есть. Убить Тайда до ульта, да? Видимо, в этом план был. Но он не сработал. Но, видимо, то, что СПО выживает, потратив ревидж. Как-то не было атаки под это дело. Не хотят под Тавром драться вражеским. И ФНГ снова погибнет. Только из Таверны выбрался. Снова отправят его туда. Да, Тёма специально это делает. Дает надежду? Ну, патчи-то это. Понятно. Ну, кстати, да, это мысль. Парни, я с Пэйсю и в Альтабе. Ну, у нас пока видим то, что Ятанчи... Ну, не сказать что-то, что в пати такого положительного можно было ожидать. То есть, ну, Суржак... Господи, Суржак все бегают, на счетах все бегают, ничего не пуржится. Так, и СПО. Видим, снова его накрыл GH. Хотел выкинуть, но не дали подойти настолько близко. И продает GH здесь на ровном месте. Очень точное попадание. Кстати, Келинг Спрей сорвал он здесь с Тинни. Тинни хорошие там раскасты. Причем мы все киллы были на Enchantress и просто забираю сейчас себе это СВА. Худ собрал следующим артефактом. Кто? Тайт? Тайт, да. Ну, тут и пайпата, на самом деле, не помешает. Это все надо. Ну, пока я вижу... Да, Худ, видимо, ему летит уже. Да, Худах все прилетит. Но СПО обычно любит делать перерыв все-таки на Блиндаггер. Вот потом и Грифсы можно будет фармить. Конечно, много бафов на команду потребуется. Неплохо было бы этим заняться вопросом. Там, возможно, и Владмирс какой-нибудь тоже было бы неплохо увидеть. Но все это на Тайтхантера класть. Ханскин, он не особо любит такие артефакты на землю собирать. И вопрос там, что он будет делать, как четверка. Что он будет собирать. Ой, Виха сразу в БКБ решил выходить как можно быстрее. Тоже, видимо, решит... Классический урный Вейл, наверное. Да, Виха в БКБ, потому что прекрасно. Ну, там Зевс очень мощно сносит. Да и Земель один чего стоит тоже. Ты просто не ворвешься в драку и не прожмешь ультимейт. Там тебя собьют всем, чем только можно. Так, ну что ж, видим то, что попытаются обойти. У нас Никма снова своего оппонента. Т1 вышка на Амиде стоит. Но они хотят на тройке поискать стаки, видимо. А вот стаки нашли, да, минус... Ну да, в полете уже умер. Да его Джейдж один с прокастом накрывает неплохо. В Т1 надо выходить, пытаться здесь с Нигмой. Хотя Спектра вроде формеет. Тут опасно. Джаш, сейчас могут взлетать на него. Ну, нельзя, нельзя. Вот на хайграунд просто так нельзя взлетать. Виху в случае чего он Майн Контрол встречал бы с Сурджом. Так что все должно было быть хорошо. Джейдж погибает. И Ханскин далеко. На хайграунд зашел, но он не хочет. Не хочет со своей командой соединяться. Поэтому просто она разделилась. И попытаются Зевса найти. Более сладкая булочка для команды. Нигма не его забирает. И Кура должен погибнуть за это. Ника Бэйби его должен забирать. Есть Рэвач, забирает Куру Акем. И следующий будет Миркл, на который Метеор Хаммер свалился. И Стенка никак не помогла, который успел поставить Майн Контрол. Тэп-аут сбить нечем. Минус 3 в размин на Зевса. Второе полезное. Дизание Метеор Хаммера. Да, вот как раз таки здесь отсутствие каких-то БКБшек очень сильно руинит жизнь кором команды Нигма. До этого еще не скоро дело дойдет. Я думаю, что как обычно Манта Стайл должен собирать поначалу Миркл. Для статов это БКБ на нем совершенно не очень не дает. Ну и Фантонка тоже видим, что она будет выходить уже совсем скоро в свой БФ. Чуть-чуть буквально остается. Минус Виха еще здесь. А нет, вот, Сбейвен. Отлично, Метеор Хаммера. Здесь можно Ханскин собирать. Так, и теперь Сфо. Сфо тоже можно. Здесь у него Худ включенный. Но все равно ему надо, надо, надо. Да и сейчас Тоснет, я думаю, что у него сейчас уже должно откатываться. А тут даже решили на свапе сыграть. Стан есть. И Виха избивает. Хотят Вихи фраг оставить. Виха подбивает. Это даблкил для Вихи. Вот и деньги на БКБшку потихоньку капают. Хоть не на ветер. Это хорошо. 15 минут, там Балунтоса забирают. По две штучки. А Миркл через Радик будет играть на КС. А. Ну такая тоже уже. Ну слава богу, что хоть не Мидас плюс Радик, как у нас там уже собирались. КБ или. Так, и Ника, ему надо бы поискать где-то местечко, где пофармить. На самом-то деле у него на тройке довольно свободно, просто там как-то не переваржено. Очень глубокий вард стоит от Нигмы. И он не факт, что вообще прочитается командой. Туда в смоках заходили ребята из Нигмы. И этот вард реально могут не зачекать. Там он в ФНГ бегает по этим вардам. Сам он в предыдущей серии ставил. Ну вот палец, потому что стаки там делаются. Все это прекрасно видно. То есть Нигма вполне может под следующий хаунд пойти и потом эти стаки разобрать. Если успеют они, конечно, до появления БФ. Но опять же, они увидят то, что Фантомка фармит эти стаки, и они могут сразу туда выдвинуться. То есть самое главное чекать обстановку. Контроль из стаки против Фантомки это самое главное. Пока фармим. 1600 еще по каждой релика. До Радикоса еще больше. Трешка. Спектра пока без этих денег, без этого артефакта слабовато. С одной блэдмейлом. Хотя Зев-то развела на верхнюю. Прямо в блэдмейл ударила, когда бежала за ним на треугольнике. Зев смог бы не давать на самом деле эту верхнюю и спокойно убегать. Ну он такой неповоротливый на самом-то деле. То есть там нужна хорошая стенка переди него. А там разбежались разные стороны его тиммейта, поэтому он остался одиночком. Мне просто не надо было скиллы взять по блэдмейлу. Ты выжил бы. Нашлось бы, я думаю, дамедж. Ну ладно, это уже не важно. Самое главное то, что сейчас он продолжает держаться в топе по Нетверсу вместе с Нико Бэйби. И они могут с плюс одним артефактом от Фантомки. Хотя она хотела бы тоже собрать себе и Дизоль, и БКБ, и только после этого уже выбираться в бой. И они там уже свой снова был продолжат. Хороший артефакт выпадает. Нужный шаль. Резистик даст неплохой. Опять же, против Зевса очень полезная. Да, лучшее, что могло выпасть в такой ситуации. Так, успех, какому таймингу, интересно, это появится? 20-21 где-то, по идее, плюс-минус должно быть. Я все пытаюсь помнить, кто же это у нас так собирался? Не ЛТВ или часом? Блэйд Мэйл Радик? Да. Еще кажется, второй так собирается. Ну такое, я не видела ни одной победной катки, где так собиралась. Но это было потому, что очень долго. Здесь, ну, минута тоже по 20-ю, наверное, где-то 21-ю. Здесь прям рабочий вариант. Да, тут торопиться некуда, потому что все-таки Лейт из-за команды Энигма. Им самое главное не растерять слишком много к тому моменту, как это все нафармится. А вроде как перспектив таких нету, потому что и Фантомка не оверфиженная. Разница между ней и аспектрой небольшая. Да и миссы, в принципе, тоже помогут, которые будут против Фантомки действовать с этим Радиком. Мека есть удар серый, сейчас нужно в пайпу ходить, да, потому что там овер много дэмажа магического. Спиритон Вейл собирает, нет? Подзялся. Очень нужен этот артефакт. Ну вот, интересный вопрос. Вейл просто нивелирует будет попешник. Пока этот вопрос остался без ответа, но не было до сего момента. Пока посмотрим то, что у нас тес-пот делают. Опять решили его первым фокусить и убивать. А он-то и рад, он-то и рад. У него реверч есть, и если команда подтянется, то он мог бы и драку засотопить. Ну он живчик, и очень трудно пробить. Опять же. Так. Аганим есть. Прябулс Радика не будет, ну слава тебе. Да, он свиток монта ставил, если я просто купил. Хотя прям чуть-чуть. Просто Радик, он против Пайпа этого на Тайтхантере, он не очень много дает. Весь вот этот периодический урон, который им выдает Спектра, слишком круто работает. Так, нашли ФНГ, но его уже и так, видим, не очень-то и жалко. Сколько у нее смертей? Это, наверное, шестая уже по счету. Да, ничего страшного. Будет Спектры потратили, чтобы убить ФНГ, я думаю, то, что нужно. Но Мерекл тоже никуда не торопится, ему еще до манты тоже подфармиться надо. После этого он решил собирать себе Дефюжил Блейд. Интересный выбор. Тоже периодически появляется и такая сборка. Но это будет хорошо работать против Зевса на Хаунте, как раз ты говорил, что Хаунт отлично против него помогает. Это усиливает противодействие. Зевса очень сильно страдать будет. Мерекл хорошо уходит, просто читает этот момент. Ну, пошли до 1-м вышку нести. Такое ощущение, что готовится Рошана забирать. Вот 1-м вышку подъедят, провардятся немного рядом. И с дезолятором у Фантомки пойдут нести Рошана. И пайп готов у Тайдам. В принципе, все есть. То есть для драки все готово. Самое главное сейчас этот табор снести для того, чтобы быстрых ТПшек не было. Ихо пытается подпушить. Добавил них сейчас будет. Майн-контрол вражеский лес. Там ФНГ. В очередной раз может тут умереть. Побежал. Майн-контрол все хорошо. Ждал инчанта, чтобы Сурш нажать. Забирающий майн-контрол баунди руну с подносов УНГ. Жейч Ника Бэйби нашел. Но тут подкрепа нужна. Виха успеет на его септер посадить. Рекомен в соус дает. Но тут оказывается внезапно куча прокаста от Зевса. Нимбус один уже не дает ему разультиться. И вот теперь уже, видимо, он погибает вместе с Жейчем. Нужно ДБКБ как-то дотерпеть. Вообще никакого шанса на расказ нету. С таким аганимом быстрым, который у Лимпа появился. Да, у нее и аганим, у нее и травла. 20-ая минута сейчас еще Дайгер будет. Богатый Дед, да? Таких Девсов все хорошо, да. Дедуля реально какой-то аристократ. Ну вот теперь сразу же Рошан. Там, видимо, у Ника Бэйби есть Дизоль, да? Ну, я думаю, что да. Плюс-минус по таймингу должен быть на 20-ая минута, у нее все хорошо было. Айпа прилетела. 10 тысяч нету рассадавит как раз-таки и Баттлфьюри Дизоль. Или Баттлфьюри БКБ, одно из двух. Ну, красавцы-альянцы, они сейчас берут БК за рога. И эти маеги смогут пройтись по Т2-вышкам, проварзятся как следует, чтобы прикрыть воздух для Миракла, чтобы у него не было особо возможности пофармить. От этого будет очень сильно страдать вообще весь пик команды Нигма. Очень нужны СФ-ушмотки в большом количестве. Хотелось бы делать это и Миракла, да и Дарксир тоже без одежды. Не сказать, что суперполезен будет. Да, пока все не очень круто, потому что Спектра с одним антостайлом против такой сборки. Баттлфьюри БКБ, еще Айгис, плюс ко всему, но это слишком жирно. Ты пока Спектра никого не пробиваешь. Да, здесь Миракла придется как-то терпеть, пока не появится Диффуз, плюс Скади. Тогда, может быть, статов на что-то хватит. Но здесь и магии, и физики, и всего очень много. Потому что БКБ не любит на Спектре собирать Кираз какая-нибудь. Это тоже не особо-то ее разряд. То есть она любит ХП-шку собирать, и здесь очень много берутся дэмэджа. Пытается сплеть как-то у нас Нигмы, но Альянс... Нет, слушай, смотри, вообще решил без Дизоли играть. БКБ себе купил, уже его везет. Да, БКБ-шку. Ну, опять же, там рассказ неплохой. И БКБшку первым артефактом тоже неплохо подсобрать. Против Тии никакого-то. Пока мягенький. То же самое ИСФ, да. Надо подключить лучше Блокенбарном до его ультимейта и убить его. Потому что этот фир ненужный, который им от АСФ АСФ дает. Так, вот Спирит Вестел появился у Хаскина. Возможно, дальше он будет Вейлу в Дискорд фармить. В последнее время появилась тенденция о том, чтобы его как-то попозже вывозить. Вейл под Зевс must have. Да. Как я считаю. Можно даже первым артефакт собирать. Урну просто взять. Но Вестел тут не особо просто нужен. Тут нет такого героя, которого хочется этим Вестелом контрить. А вот Вейл под Зевс, это прям самое оно. Там прям реально так Зевс очень жестко проскалируется. Ну что ж, видим то, что БКБшка появляется у Вихи. Он тоже, в принципе, готов теперь к драке какой-нибудь. Но надо бы поддожить немного времени. Потому что тут Аегис от Ника пугает. И видим то, что он совершенно не боится показывать себя. Вся остальная команда тусит около Т2 вышки внизу. И будут начинать нести, видимо, эти строения, начиная именно с нижней линии. Там, правда, Крип скипит в это время Дарксир. И делает это успешно. Хотя, я думаю, что пачки Крипов хватит для того, чтобы с Т2 разобраться. Хаскин очень сильно рисковал. Но тут Ника, оказывается, который убивается немного от Блудны Мэйл. Он с Пикры и приходится уходить. Надо отходить. Там драка продолжается. Только слов пытались вкуснуть. Он пока ищет немного Вижена. Понимать, чтобы, как там, обстановка, что знает Нигма, что не знает. И пока вардов не находят, а Крип скиппинг продолжается. Крипов нет. Просто поэтому продолжать пуш нереально. Вот это как раз противность Пика. То, что Дарксиры попробую еще поймать в такие моменты. Слишком быстро бегает. Меркл выталкивает его. Отличный расклад. Как хорошо здесь подрываешь. Нужно тут забирать. Очень много магии врывается сейчас в Меркл. И он погибает и без байбека. Вот это тот самый момент, когда настало время идти по Амиду. И если хорошо сложится, то можно будет и на хайграунд заходить. Хорошо тут Альянса у нас поймали момент. Как-то неожиданно Меркл решил выйти пофармить. Видимо, думаю, что противник совсем оступил. Не тут-то было. Хайграунд рано. Сейчас появится через 30 секунд. Они это того-то доломают. Пока к хайграунду подойдут, там уже это время закончится. Вот то, что Тир-2, да, это неплохо. Опять же, можно Иван-Пост подконтролить уже. И большую часть территории занять. Уже где-то более агрессивно действовать. Поэтому, в принципе, Альянс сейчас неплохо. Да и на хайграунд без реведжа тоже не хочется. Дизоль там почти готов. Не по байбе. Так же, все круто. 2500 у нее есть. Там 3000 голды до этого Дизоля. Да, пока Нигма вообще никак не смотрится. Спектра это, да, она фармлена неплохо. Но работать против такой Фантомки она не будет. Просто Фантомка с Сатаником, она Спектру убивает. Да. Спектра вообще не соперника. А с Сатаником и Рапьерой уж точно. Но тут увидим. Пока перефарм, потому что довольно серьезно. Нигма Бэби 3000. Относительно Спектры, которая остается с недостаточно большим спейсом, чтобы хорошо пофармить. И увидим, что у нас Нигма придумает. Они видим то, что хотят, видимо, освободить этот лес. Они хотят провардиться, чтобы было где Миркла фармить. Но он сейчас пошел в то же самое место, где он уже умирал. И, видимо, умрет еще раз. И это для Миркла похороночка. Он нажимает льту и немножечко перетянулся. Но Ханскин может его спокойно встречать. В принципе, куда бы он ни прыгнул, везде должен убивать Миркла. Попытка от Кура подсевить будет, скорее всего, в какой-то момент. Но тут такая позиция у Куроки, то что никакой слаб не поможет. И лимпа нашли. Лимп выживает. Лимп от веточку выдают по GH, а GH погибает. А вот Миркл, кстати, остался жив. Он остался жив. Пошел куда-то далеко. Далеко и, возможно, надолго, нет? Его могут цепануть, на самом деле. Но он без ульты. Там реводж уже был потрачен. То есть вот цепануть как-то не на что особо. Контроля не сказать, что очень много. У Альянс реводж есть. Верхний, который дает микростан. Плюс земель, который был умлен. И вот все. Видим то, что Фантомка теперь уже еще один фраг сделал для команды. Реводж разве потратили? Да. Был он точно или он только сейчас открутится? А, нет, только открутится. Там два гаши было. Они на прошлый раз Миркл убивали под реводж. Да, на прошлый раз точно был. Ты что, сейчас он не успел откупиться? Наскуда этого реводжа. Так, мы сижу. Сейчас можно, на самом деле, здесь попытаться. Попытаться убить. Ну, Виха неплохо ультанул. Сфо сейчас должен откатиться. У него реводж можно нажимать. Его, да, нажимает как раз под манту, которую Миркл нажал. И там у Ника Онегис закончился. К сожалению, это, скорее всего, будет шанс для того, чтобы отступить. Миркл побежал под Суржом. Сфо дальше пили. Джейдж также подкидывает еще и саппорта. Но ФНГ тут никак не должен выживать. Не было Зевса в этой драке. Это немножечко подруинило ситуацию. Ханскин также погибнет. И это отличный файт получился от Нигмы. Я так понимаю, это Майкд закончился, потому что никуда не захотел на развороте драться. Он как раз во время отступления чуть ли не под тревышкой закончился. Да, неплохие байбеки. От Нигмы, в принципе, ситуацию поправили. Но 8000 за Альянс. Так, там, мне кажется, и Зерилл не смог купить себе Джейдж. У него был Гост, и он наверняка хотел... Нет, 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 он Йолл Септер. Передумался с Зериллом таким быстрым. Но Йолл это прикольно, как минимум. Интересный вообще выбор. Не часто увидишь такое на ценнике. Выживать от Фантомки, кайтить и разводить. Ну да, видимо, покайтить. И опять же, в дальнейшем напрыгнуть на голову-то Зевса, там его поддизеблить. Тайтхантера, того же самого, можно поднять в воздух. Совпочти с Даггером. Тоже неплохо будет здесь. Можно кого-то пытаться уже с Раскаста убивать. Пока он боится. В принципе, на позиции остающих по фарму мы увидим, то, что остается у него все равно разрыв довольно существенный относительно Зевса. И вот эти 3000 совершенно ему бы не помешали, которые именно эту разницу и составляют. Но далеко вперед Нико Беппи вырвался. То есть, видимо, то, что его так и не получилось забрать, даже один раз, пока действовала Егис. Ну и довольно пассивно с этим Егисом подействовали Альянс. Одновеленькая драка была, и все. Рисует Спектра, куда нужно идти. Меркл просто направляет свою команду. Ну и Махач 5 на 5 сейчас будет. Позиция у Альянса очень хорошая, но GH, видимо, находит СФО, не самая лучшая цель, вечно в него как-то прыгает. ФНГ снова пытается запокусить Миракл. И видим то, что с Дифузами дэмэджа много по ФНГ проходит. Он по-прежнему жил очень долго за счет своего хила. И еле-еле живой Виха уходит из-под файта. Нико Бэйби по КПшку прожал. Будет там Майн Контрол набрасываться. Но тут Кура его свапает, Кура будет умирать. Остальные выживают и отступают как можно быстрее. А дальше тени стоят, уже все потрачено. А, бен пятерками такой. Да, дальше можно рваться на какой-то размен тени. Рассказ тени, то есть и фантомка та же самая. Не фантомка спектра, все путаю. Бокобойшки у нас прожали, соответственно, те коры, которые имели их. И из-за этого никто драку не хотел продолжать. Но вот Зевс-то есть в игре, а у Миракл ульты тоже имеется. То есть в случае чего он сможет отступить или наоборот подтянуться к команде. Интересно. Здесь Миракл пытались гонгануть. Телескоп. Телескоп отличный для фантомки. Там Зевс и Куклинчар для него. ФНГ тут не умрет. Видимо, то что хорошо у него. И сейчас Нейчер От Энденс действует. И все, дальше избивает самого Майн Контрола, который подставился половиной хп в минус. Пытается убежать. Но ФНГ, я так понимаю, и Энчант тоже потратил. Поэтому он там сурш не снимал. Ну или просто не рисковал подходить. Так или иначе, Майн Контрол погиб. Байбеков нет. А сфор рисует на карте у нас, какую зону нужно занимать. Сейчас моментально будет Джардж здесь крипскипить, наверное, под 30-ю минуту в секунду. Тут дополнительный таймер все-таки до Рошана остался. То есть основное время оттикало. И нужно к нему готовиться. Нужно перевардить. Нужно прочекать позиции, чтобы здесь не было никакой засады. И ждать соответственно Рошана. Они сейчас это могут себе позволить. До него минута времени. Успеет треснуться Майн Контрол. И скорее всего Нигма будет драться за этого Рошана. Отдавая его они. Хотя они так хорошо потянули время в прошлый раз. Вот именно на крипскипинге. На том, что Майн Контрол бегал по боковым линиям. И трудно будет там-то два вышки разнести Альянсом. Да, пока полностью карту контролирует Нигма. Хоть и проигрывают эти 8 тысяч. Но все равно 4 баунти руны еще забирают нас ребята из Альянс. Тут это неприятно. Опять же хотелось бы хоть одну отжать. Потому что за каждую баунти руну там чуть ли не плюс тысячу дают. Табл дэмэдж. Надо как-то его немножечко подсолить под Рошаном. Бутылку отдает Зевс. Для Фантомки, чтобы это сделать. И Рошан 30-ка. 20 уже секунд остается. Сейчас его зачекать как раз курьером каким-то. Моментально пойти забрать. Ника Бэйби. Майн-контролы видит. Но ворваться не хочет. То, чтобы темнота. Хотя у них там парт неплохой стоит. Опять же на треугольнике. Сейчас самое главное ворваться как-то удачнее. Чтобы не напороться. Хотят спектру пора моментально вкуснуть. И отключение. Ну, понятное дело. С дабл дамажем очень хочется. Тает без даггера. Не из этих. Не из этих, да. Ну, он и тут не собирается игры ФСы делать. То есть, видимо, то, что он на Успиде как-то двигается. Ну, вот так линия спид тоже. Классно. Очень хорошо работает Метерхаммер. Так, ну, драться тут, видимо, то, что уже пора будет скоро. Появился Рошан. Появилась Скади. Скорее всего, именно его ждали. Альянс. Дабл дамаж есть. Статы есть. И самое главное, то, что информация о Рошане тоже есть. Там Крип стоит от Энчантрес. И, соответственно, курьер, который висит у самих Нигма. Что будет готово у СФ? У него Эзериал в планах. Очень долгосрочных планах. Как-то он тут интересно начал. Он собрал плейтмейл. Непонятно, для чего конкретно, правда. Вряд ли Лотус? Очень мало армора. Потому что он все взял еще Ишаль. Он минус трешку дает по армору. Поэтому там совсем беда у него по армору была. Потому что с Фантомкой можно намерять было бы. Так, теперь самое главное за контролем. Рошана слишком рано ворвался GH. И может погибнуть. Он погибает. Байбэк есть. Надо сжать. За этого Рошана надо без. То есть они хотят Рошана давать. Прямо сразу надо нажимать байбэк. Просто идти. Ну, да. Нажимает там как-то просто, видимо, пока контролит Ника Бэйби. Тогда и не торопится. Кура свапнул ФНГ для того, чтобы забрать его как можно быстрее. Но он снова успел нажать наичер отенденсы. Снова проблема. Начинается. Майн контрол поставил стенку. Хорошая стенка была. Но майн контрол сам может рассыпаться. Дабл дэмэдж уже у Ника Бэйби не стало. Стенки нет. Это очень круто, на самом деле. Можно идти обратно на Рошана возвращаться. Они хотят Джейджа забрать с байбэка. Он байбэкался. Он будет долго в таверне сидеть. Но не смогли его найти по лесам. Они видели в какой-то момент, что он попалился в этом направлении. Ну, кстати, Ника Бэйби сейчас... Может Джейдж доиграться. Да, видимо. Из-за того, что был прожат третий спелл. Не видел ничего. Минус Рошан. Минус Рошаны. Хотелось бы, чтобы какие-то минус тавры были. Но опять у нас боковые линии довольно сильно отпушены. У Нигма и майн контрол может нижней заняться как раз таки, чтобы подальше толкнуть. Потому что действительно в трагеем драться не вариант. Есть хаунд, чтобы... Да нет, красить за счет хаунта это было бы слишком авантимое. Не-не-не. Это бесполезное занятие. Про контроль 100%. Внизу крипов довольно много. И Ника Бэйби, видим, сразу делает ТП на авантпост. Да, не хотят ни единого шанса давать Нигме за счет сплитпуша по бороду. И опять же на 30-й минуте еще ХПУ забрали. У Нигмы дела вообще плохи. Ну вот да, как-то каточка у нас для Альянс. Ну, не получается пока дотерпеть Нигме. Возможно, этот момент еще настанет. Возможно, на хайграун зайти Альянсом будет крайне сложно. Но со вторым Аегисом надо это сделать. И вот видим то, что Ника Бэйби решил не откладывать это дело в долгий ящик. Какие-то слоты появятся еще не очень скоро. Он на ближайшей перспективе ждет только Абисплей. Отспамливать нечем. Просто нет героя, типа Зевса, который может подойти. Минус 45 секунд. Отлично, сидит. Там есть дэмэдж по таварам какой? Дезолятор, Орбов Дистракшн и твой дэмэдж. И тавар у тебя падает очень быстро. Есть все ультимейты, есть Нимус, есть ульзевсы, есть реведж. И можно это все дело давать. Майн контрол дал стенку. И как бы это ни было для него смертельным номером. Но сейчас видим то, что Миркл попытался задефать своего хардленера. Это получилось сделать. Но Т-3 вышку уже скорее всего не спасти. Тележка набивает. Тележку не получится забрать как-то на расстояние. Действительно, а спамится просто нечего. Без стенки и флакуума на самом деле вообще траться нереально. Ну сейчас стенка закончится. И можно и на бараке побить. Хотя видимо то, что Ника Бэйби и так уже готов идти. Он ничего не боится. Что ему сделают? Он в другом городе, во-первых. Но сейчас он самое главное то, что может воскреснуть после смерти. Для него это главная опция. И Ника Бэйби много хп потерял сейчас от Миркла. Как-то решил костнуть снова под Блэдмейл. Но Виха, Виха очень сильно разваливается. Кура попытается ему помочь. Кура помогает. Но видим то, что у Ника Бэйби остается мало хп. Это может быть минус Аегис. Но он по-прежнему жил. По-прежнему жил. Рассказ-то идет от земли очень мощный. Миркл плохо его переживает. И надо было его подфокуснуть. Очень много хп теряет. Но теперь видим то, что... Ну, на фонтан слабо. Да, надо отходить, добивать второй барак. Просто отходить отсюда. Задача выполнена, в принципе. Гага писать и читать патч. Точно, на завороте еще могут подраться. Потому что Ника Бэйби с Блокенбаром. И она просто может убить какого-то из героев. Ну, Ника это делает у нас. БКБшка действительно у него еще имеется в наличии. GH, который не имеет байбэка. Мы об этом знаем. Вообще никто из них бы не имеет байбэка. А сейчас Ханскин прожимает БКБш. Кустуша. Он тут у нас поистайл отыгрывает. Очень жадно собрался. Но Ника дальше на Миракл хочет нападать. Миракл гуляет за счет своего ультимейта по карте. Пытается как-то растерять своего соперника. И Ника Бэйби, видимо, что действительно немного из этих иллюзий победил. Он не сыр. Он просто разводит на Эйц-сыр, на самом деле, до самого последнего момента. Ну, вот сейчас нашли они настоящего Миракла, понятное дело. Съедается сыр, съедается Миракл, съедается майн-контрол. И это минус. Каточка получается. Трипл килл до Ника Бэйби. И тут... Ну, можно на Т4 сразу, конечно, пойти. И просто тут чейн-фит такой у нас получается от Нигмы. И пока они дадут появление всех, могут и тронусь. За 40 минут не получится. Но вот вторую сторону до уверенности снести стоит. Без каких-либо вопросов. 23 тысячи ведут уже. Маши данные, ты потратил. Да, сверху Тир-2 стоит. Орбов Дистракшн очень вовремя выпал. Так, Ника ворвался под Виху, его ультимейт. Но Виха потратил ультимейт. Это плюс для команды Альянс. Погиб Кура. Он уже никого не подсейвит. Ника Бэйби плохо себя чувствует. Пирон уже ел, а Егиса нет, нужно как-то отрегениться. И дальше видим то, что GH решили размотать. Минус 4. Снова продолжается у нас Фитфест от команды Нигма. А вот теперь можно и побить Тир-4. Сколько героев у нас нафидела. Да, еще тут связаются игривцы. И ФНГ там просто рейт-кликом нажал у нас на... И вот, кстати, полезность Метеор Хаммера наконец-то. Вот по дунтоварам сразу. Ничего себе. Ну, ради этого он его и собирал 100%. Ну, конечно. Сейчас в трон еще, может, и спидка станусь. Хотя не факт. Кажется, уже снова пошло убийство. Вихи набрасывается на него Ника Бэйби. Майн-контрол поставил стенку, но без толку, к сожалению. И погибает он снова. Есть байбэк. Накапало на байбэк. Ханский погибает под БКБ, который он собрал. И вот, кстати, вот сейчас тот момент, когда, возможно, стоит развернуться, все коры резнулись. И саппорты скоро поднимутся тоже. У нас остался Джейш, который через 6 секунд поднимется. А все остальные уже есть. И Ника Бэйби отходит через СФО, который кастует в пустоту. Метеор Хаммер попадает только по иллюзии, которая со стенки уйти, пока БКБ действует. Не, оно закончилось как раз по Джейшу, пока он гречку кидал, есть вакуум по троим. Много деможа по Ника, он погибает. И ФНГ тоже отвалится. Это СФО, который отвалился, видимо, следом за всеми. Нет, он уходит, смотри-ка, на фонзах. Короче, вот одному герою, одному герою надо было просто отбежать, чтобы Ника на него пелинканулся. Там у Тронголы он немного горит. Чуть-чуть. Пытается СФО забрать, наконец-то забирает. Виха триплкилл, ура. Ну, красавчик, что же получается. Это у нас какая смерть? Первая от Ника Бэйли? Плюс-минус. Там Трон, да, там уже катапульты просто работают по этому Трону. И там ни Глиффа, ничего нет. Сейчас можно просто ожить, прийти и подрайвать этот Трон. 60 секунд он подрагенится, не кисло так за 60 секунд. Ну, до пол ХП он подрагенится. Можно прям внутренно райт-кликом пойти забрать. Глиффа уж точно нет. Его тратили. 27 тысяч преимуществ Альянсом проиграть, это будет крайне трудно. Тут, к сожалению-то, и Нигма не может похвастаться хорошим тавер-дэмэджем. Поэтому они снести ничего толком-то не успеют. Ну, одну-то два восечку, может две. Это максимум. А там, я думаю, что по деньгам-то уже должен... Раз уж нету Байбэка, то уже Башер купил себя Ника Бэйба. Так, а это все из Эзерил никак не нафармит, да? Ну, понятное дело, они там большую часть времени сидели на своем хайграунде. У них не было возможности выйти, хоть что-то хормануть. Шако падает. Возможно, Спектре стоит это себе оставить. Ну, я думаю, да, стоит забирать, потому что, в принципе, да, там будет нормально. 4200. Ну, спасибо хоть бить. Раз предметов нет. Хотя, скорее всего, к появлению шанса подраться, должен все-таки успеть вынести себе Скади. Сейчас просто пушишь мидл и идешь по мидлу. Вот ничего тебе не надо делать, просто как идти по мидлу. Левеллер. Вот это... Вот это хорошо было бы Ника Бэйби найти. Как раз-таки для тавер-дамеджа. Пока там Минотавер Хорн и... Тоже, кстати, неплохо, учитывая то, что БКБшки потихонечку заканчиваются. Я думаю, что это и серия Левеллера тоже хотят. Ну, не-не-не, все тут. Попытка Ганга сейчас будет, если кого-то забирают, кто без Байбэка. Там практически все герои без Байбэка. Абисал у Ника Бэйби. Надо собрал. Да, Абисо Блэйд есть. И он берет себе Рок Минотавра. Так, ну что ж, попытка. Двойной БКБ. 6 секунд от обычного и 2 секунды еще тут. Ну да, за 8 секунд он должен трон уничтожить. То есть ты считаешь, что он на ФК в трон прыгнет? Ну, они пойдут под Томиду и в трон. Ну, там те же 4 ТВУРов нет, Глифа нет. Ну, у трона полхп. Глиф есть. Есть Глиф? Открутился, да. Окатился, да. Так что надо сначала Меркл убивать. Но у него 4 200 хп. И Байбэка нет. Ну, Байбэк тут действительно никто не может, кроме Куры, этим похвастать. Пока видим то, что сбивает GH. Он пока что нажал Астрал, пытается жить. Но это получится ли сделать пока? Получается действительно отлично. Вакуум, стенка много урона по Лимпу Лимпа отступила. Поменял позицию, чтобы избить Меркл. Он погибает. 80 секунд без него. Это ГГ. Это минус катка. Ну что ж, получилось у Альянса очень уверенно для себя провести карту. А следующее у нас будет уже на новом патче. Ура, ура, ура. Там, если это будет новом патче, все стороны остаются. Да нет, ну это как? Это как это возможно сделать? Это как компьютеры? Сейчас, мне кажется, это будет возни минут на 40, чтобы это сделать. Во-первых, сейчас все про патчи. Там, мне кажется, там реально... Там патчи гигана 3 на вид минимум, а то и больше. Митя, и на сколько патча? Ярик не справился? Понятно. В общем, да, сейчас будет очень интересно. Я думаю, там будет пауза не 5 минут, а минут 15 как точно. Потому что ее нужно все пропатчить. Не у всех мощные компьютеры. Все дела там первые пенчевые. А вот эту вот карту для вас разберут наши ребята из студии Английски. Да, и я могу нас всех поздравить. Наконец, наконец оно завершилось. Патч закончился. Последняя игра официальная на патче старом. Ой, мы можем вздохнуть вместе с вами и принять нашу душу Доту 3. Самые лучшие, самые новые Аганим Шарды. И вот это вот все. Опять же... Как говорится, чел, извини, что перебиваю, но последнюю игру патча официальную победил Метеор Хаммер и Дэд Хантер. Да, я понял. Ну, в общем, Метеор Хаммер, я надеюсь, вместе с течкой удален из игры. Еще не знаю точно. Нет, не удален. Но время. Я уже посмотрел, не удален. Это первое, что я пролистал. Хорошо, а тогда Олда Кулыча... Да, да. Ну и, собственно, S4. Да. Вот, ну, друзья, что ж, обсудим эту карту. Здесь довольно много происходило. На самом деле, конечно же, мы следили еще и за выходом патча с тем, что тоже происходило, поэтому... Ну, короче, в двух словах. Будем сажать игру все-таки сначала. Давай, давай, по-быстрому. Ну, значит, Дарк Сирси вообще не окупил ни на сколько. То есть на линию пришел. И ничего действительно... То есть диспл, диспл, диспл. Чад Майнкрафт, конечно, постоял, но Нико не мешал фармить. В плануке было все шикарно. При этом Дэд Хантер отлично справился с тем, чтобы как Нейд Шеллан перебороть дисперсионную Анин Езолейт Спик Тру и, собственно, Вингу. Стиник пытался им помогать, ничего не получилось. То есть мы понимаем, что и сложная линия тоже была Альянсом выиграна. Ну, ты видишь, в Собс-Сентерсе понимаешь, что та ситуация постигла и центральную линию. Причем, что интересно, там концепта было не в том, что СФ типа часто убивали, а в том, что Зевс просто убил больше крипов. В разы. То есть там старт игры у Зевс 12 крипов, у СФ 4 или 5 было. И два крипа осталось. То есть ничего нельзя было поделать. И вот это вот все вот так вот оно происходило. То есть непонятные файты, непонятные передвижения, по итогам которых у тебя раз за разом просто набиралось преимущество. На Фантомке относительно команды противника она купила нужные слоты и, собственно, закончила игру. С трудом, с байбеками и всем прочим, но закончила. Это был тот самый момент, где толпа лейтгеймеров побежали на горку к Тайтхантеру. Зачем, я не совсем понял. Да, они убили Зевс, они молодцы, но это единственное, на что хватило их ресурсов. Преимущества у них не было, они оставали на 3000, но они могли хоть как-то это компенсировать за счет того, что они бы фармили. Они решили, что фармить им не нужно. Они решили, что, в принципе, пару сапогов, этого достаточно, чтобы бороться против Alliance и землями пухом команде Нигме. Потому что с такой игрой Alliance могут закатать их на второй карте, если они дальше будут пикать супер лейт и при этом бегать на вражескую карту. Сейчас я бы не стал загадывать вообще ничего, потому что очевидно вышел патч. Сейчас что-то будет, потому что как минимум... Дмитрий, что-то будет, это можно сказать про любое действие вообще вокруг, что-то будет. Сегодня была, допустим, игра, которую выиграл Террор, которого не могли никак загизеблить. У него была Саша Яша и Сатаника. У него Рор юзает, он секунду посмотрел на них, пошел всем лицом, разбил. А сейчас Сатаника изменили, и сейчас что-то будет, Дмитрий. Очевидно, и про то, что ты заранее вообще ничего не знаешь по следующей карте. Я знаю, что если игроки будут играть плохо, то они будут проигрывать. А если команда, которая будет... А если команда будет играть хорошо, ну это же ваш мудро, Дмитрий. Соответственно, если они будут играть хорошо, то они, естественно, победят. И вот пока я вижу, что Alliance, они приблизительно сегодня понимают, что они вообще делают, они вменяемо исполняют. А вот что ВП, что Нигма, Кровь из глаз. Я жду Алхимика. Вот что я думаю, да. Я Мипаря. Там Аганим прикольный вышел. Аганим прикольный вышел, Тревела опять же работают на всех. А кто на Мипаре играет у нас вообще? Виха. Играет на Мипаре. Так смотри, вторая карточка, берем Мипа и поехали. Ну то есть факт того, что... И закапываемся в землю. Да, закапываемся в землю. Дигаем, дигаем. Ну и плюс талант, где в этот Вестенд прокачивается на пятого Мипаря. То есть это бывший Аганим. Просто ты смотри, берешь Алхимика на четверочку. Бегаешь, кидаешь спрей, кидаешь банки. Просишь СМ-ку на пятой позиции качать Ауру в четыре на седьмом, чтобы тебе хоть на что-то хватало. На двадцатом, на двадцатом минуте покупаешь Шард и кидаешь своего кэрри еще один баф в дополнение к старому. Как тебе такое? А какой там баф? 50 скорость атаки, 40 хапоригена и слабое развеивание при активации. Это типа рейдж только на... Берстер Кушен просто в союзник Ачпоник и он начинает разваливать. То есть делишься минорным ультимейтом. Неплохо. Зачем хорошо. Достаточно. Но там там много всего другого хорошего. Тип-тип того, да. Ну, доу-абадона фигня, например. У тебя койлы и щит вешают эффект меча. Чуть усиленный. Тип-прикольный, но не за 1400. Так по мне. Ну, на фоне типа того, что есть у некоторых других героев. Типа Энигмы. Типа Шейкера. Ну, ты можешь опять же бафать и щитом, и алхимиком. Ну, в смысле, абадоновским. Да, да, да. Не-не, очевидно, что мета про сильного кэрри, она, скорее всего, никуда не уйдет. Потому что, то есть если я сидел и ждал какого-нибудь серьезного изменения, допустим, медальки и так далее. Бафактарные предметы особо не затронули. Чуть-чуть подороже стал пайп. Ну, не критичный, да? То есть его особо сейчас не собирают все равно. Типа медалька, вся разница, чтобы висело одно время. Сейчас и такое же время, просто кулдаун, не 7-12. Ну, думаю, кстати, что зарезанный и сатаник достаточно серьезно скажется. Сатаник, да. Потому что один из любимейших предметов нынешних тир-1 керри. Посмотрю, что с ними будет. Ну, и вроде как побафали немного саппортов, особенно что касается Акторина. Довольно своеобразные изменения. И, наконец-таки, линза хоть во что-то выходит. Вообще, в принципе, вот эта боль от того, что орбу веном и линза никуда не выходят дальше в баф. Ну, в смысле, в грейд. Орбу веном закидывали вы когда-то в сатаник? Нет, не в сатаник. Она была в скаде. Она была в скаде. Потом убрали из скаде. Не может не радовать. Напросилась на апгрейд. А то, видишь, вот земель закончил. Так был бы новый слот. Ну, я уверен, что мы сейчас... В чем-то бонус. То есть мы сейчас сидели, вот шла игра. Мы хотя бы патч изучили. Плюс-минус. Ну, не изучили, да. Часто потыкались, короче. Часто смотрели, да. Хотя бы что-то. А игроки сейчас выходят из лобби. Нигмы, проиграв на минус морали, открывают типа там что-нибудь. Тренера, собственно, клетку открывает. Он убегает. Патч ребят начинает им все рассказывать. По полочкам в голове. Главная проблема в другом, друзья. У вас, во-первых, будет время на то, чтобы изучить патч. А у игроков на то, чтобы его накачать. Но мы все прекрасно понимаем, что такое новые патчи от Dota. И мы знаем то, что в лобби можно спуститься... Ну, не никогда. Минут через 5-10. Будем надеяться, что через 20-30 оно приедет. В общем, будем молиться все вместе с вами, чтобы посмотреть игру профессиональную между Нигмой и Alliance на новом патче. Потому что это, конечно же, будет дикий хайп. А пока у вас есть время реально почитать патчи, посмотреть стримеров и вернуться к нам с чашечкой кофе. Продолжение следует...